Hola a todos! Всем привет! Сегодня мы рассмотрим четыре испанских глагола движения. Это глагол ir в значении идти и ехать, venir в значении приходить и приезжать. И глагол yvan в значении нести и traer в значении приносить. Начнем с глагола ir. Это глагол движения и перемещения в пространстве. На русский язык он переводится как идти, ехать, плыть, двигаться, ползти, лететь и так далее. То есть все эти глаголы можно обозначить и использовать испанским глаголом ir. Значение глагола ir. Правила испанского языка нам указывают на то, что глагол ir указывает перемещение и передвижение в противоположную сторону от говорящего в каком-либо направлении, куда-либо или в сторону кого-либо. Также передвигаться, удаляясь от говорящего отсюда туда и двигаться в направлении какого-либо места, куда-либо. В настоящем времени глагол ir распрягается так. Yo voy. Я иду. Tu vas. Ты идешь. El, ella. Usted va. On, она, вы. Идет, идете. Nosotros vamos. Мы идем. Vosotros vais. Вы идете. Ellos, ellas. Ustedes van. Они, вы. Идут, идете. Предлоги, которые используются с глаголом ir. Предлог a всегда указывает направление куда-либо, в какую-либо сторону. Например, в школу, к другу и так далее. Также используются предлоги asia. Переводится он как по направлению к и пара. Для. Они используются реже. Одна из особенностей глагола ir в том, что этот глагол никогда не используется с предлогом de. Именно в связи с тем, что этот глагол указывает направление отсюда туда. Давайте посмотрим примеры. Mariana va a la escuela. Mariana идет в школу. Un chico va hacia el parque. Мальчик идет в сторону парка. Martin y Rosa van para la estación. Martin y Rosa идут на станцию. Это примеры предлогов, которые используются с глаголом ir. Глагол venir имеет противоположное глаголу ir значение. Переводится он как приходить, приезжать. Также означает движение в пространстве, перемещение в пространстве. Его значение это как двигаться, перемещаться по направлению к говорящему. По направлению к тому месту, где находится говорящий. Или к какому-то месту, которое является и указывается направлением к говорящему. То есть двигаться и осуществлять перемещение по направлению к говорящему из какого-то пункта, из какой-то точки в пространстве. Глагол venir спрягается следующим образом. Yo vengo. Я прихожу. Tu vienes. Ты приходишь. El eia. Usted viena. Nosotros vienimos. Vosotros vienis. Вы приходите. Edios eias. Ustedes viena. Глагол venir используется со следующими предлогами. В основе своей зачастую глагол venir используется с предлогом d. То есть это из откуда-то какая-то точка, какое-то отправное место. А откуда осуществляется движение и перемещение в пространстве. Также dsd это от откуда-то. И а. В направлении чего-то, кого-то и куда-то. Давайте посмотрим примеры. Pablo viena del colegio. Pablo приходит из школы. Los turistas viena america desde Italia. Туристы приезжают в Мексику из Италии. В данном случае, в данном предложении используются сразу два предлога. a. Указывается направление в сторону Мексики. И dsd. Откуда осуществляется перемещение, откуда осуществляется движение из Италии. И eia quer venir a Cancun o travesti. Она хочет приехать в Канкун снова, хочет приехать в Канкун опять. Это пространственные глаголы, которые означают перемещение или передвижение кого-либо, чего-либо в пространстве. В случае с глаголом ir это удаление от того места, где находится говорящий. В случае, например, с глаголом venir это приближение к тому месту, где находится говорящий. Итак, особенности этих пространственных глаголов заключаются в том, что Первое. Мы используем, мы употребляем эти глаголы в зависимости и в строгом соответствии с тем местом, где находится говорящий. И вторая особенность. Это точка, это место в пространстве, в соответствии и относительно которого осуществляется перемещение или передвижение кого-либо или чего-либо. Давайте посмотрим пример. Итак, я разговариваю со своим другом Хосе и мы обсуждаем географию наших перемещений. Я нахожусь в Мексике, я говорящий, мой друг Хосе находится в Колумбии. Если я собираюсь посетить Колумбию, собираюсь отправиться к нему, тогда в этом случае я скажу, я еду в Колумбию. Я еду в Колумбию. Если мой друг Хосе собирается приехать в Мексику, тогда я скажу, Хосе въене, а Мехико. Хосе приезжает в Мексику. Я лечу в Колумбию на самолете. В данном случае я не могу сказать джо венго о Колумбии на Вен. Именно потому, что я сам нахожусь в Мексике и я двигаюсь в сторону Колумбии. То есть я выезжаю из Мексики по направлению в Колумбию. В то же самое время мой друг Хосе, Хосе въене, а Мехико, дэзди Колумбия. Хосе приезжает в Мексику из Колумбии. То есть здесь мы указываем, здесь мы обозначаем, что отправная точка Хосе находится в Колумбии, а я нахожусь в Мексике. Поэтому здесь используется глагол Вене. В данном случае ключевым определяющим лицом являюсь я. И ключевым местом является Мексика. Потому что относительно Мексики осуществляются действия Хосе и перемещения и мои, и его. Смотрим дальше. К нашему разговору присоединился наш общий друг Амадео, который находится в Бразилии. Значит, ситуация поменялась. Я тоже хочу посетить Бразилию, тоже хочу приехать к Амадео. Я скажу, ёвое, а Бразилия нам, ёнтам беен. Я лечу в Бразилию на самолёте тоже. И мой друг Хосе также хочет посетить Бразилию. И я скажу, Хосе ва Бразилию. Хосе едет в Бразилию. А наш друг Амадео хочет посетить Колумбию. И тогда я скажу, Амадео ва Колумбия. Амадео едет в Колумбию. Во всех случаях я использую глагол ИР, потому что я передаю перемещение и направление движения моих друзей. В данных примерах я не могу сказать Джо вой де Мехико, потому что глагол ИР с предлогом Д не употребляется. Также я не могу сказать Фосе ва де Колумбия. Это будет тоже неправильно. И я также не могу сказать Амадео ва де Бразилию. Также это будет неправильно, потому что глагол ИР с предлогом Д не употребляется. Мне нужно будет менять форму и использовать другой глагол. Глагол Венир. В этом случае использование глагола Венир будет происходить следующим образом. Хосе в Вене де Колумбия, Бразилию. Хосе приезжает из Колумбии в Бразилию. То есть его отправная точка была из Колумбии, а направляется он в Бразилию. И также Амадео в Вене де Бразилию. Амадео прилетает из Бразилии. В данном случае не имеет значения, куда он прилетает. В Мехико или в Колумбию. Потому что относительно меня он находится в Бразилии. И выезжает он из Бразилии. Отправная точка у него из Бразилии. Итак, глаголы Евар и Траер полностью соответствуют по схеме использования глаголам Ир и Венир. Глаголы Евар употребляются в значении «относить», «доставлять туда», «в какое-либо место», «в противоположную сторону от говорящего». Глагол Траер используется в значении «приносить», «доставлять сюда», «в сторону», «в место», «там, где находится говорящий». И давайте смотреть примеры. Уна персона ва фурдла кайе и ева альго. Один человек, какой-то человек, идет по улице и что-то несет. Урсула в Вене Акаса и Трае Компас. Урсула приходит домой и приносит покупки. Комида Пара Евар. Еда для доставки. Иначе говоря, еда на вынос. Эй, остэ, трайен, ла Комида Акаса. Они тебе приносят, привозят еду домой. Компас. Хочешь отнести какие-нибудь вещи? Оскар мне трайе у нареган. Оскар мне приносит один какой-то подарок. На этом все. Занимайтесь испанским, изучайте испанский язык с удовольствием. Занимайтесь. РУМя. С확ин. Занимитесь.